Друзья, добрый вечер. Мы в прямом эфире. Это программа «Главная». Сегодня ее веду я, Нина Демогла. Сегодня у нас в студии специальный гость, депутат парламента, представитель фракции партии «Действия и солидарность» УАЗу Нантой. Господин Нантой, здравствуйте. Рад вас приветствовать в нашей студии. Мы уже в эфире? Мы в эфире. Да. А у вас есть не специальные гости? Ну, у нас есть не специальные гости. Это когда у нас проходят дебаты, когда в основном несколько человек, когда идет вопрос-ответ. А то у меня иммунитет культу личности, я как-то напрягся специальные гости. А, вас смутило. Ну тогда давайте мы скажем просто гость, депутат парламента УАЗу Нантой. Господин Нантой, давайте сразу начнем. Как вы охарактеризуете завершившийся политический сезон? Насколько мы понимаем, парламентские пленарные заседания начинаются уже в пятницу. Нет. Завтра будет чрезвычайное заседание парламента, которое созвано именно в связи с необходимостью внесения поправок в бюджет. В связи с тем, что ситуация экстраординарная, скажем так, не нагнетая страсти. И мы постарались изыскать все возможные ресурсы для того, чтобы обеспечить гражданам Республики Молдова, скажем так, прохождение сложной зимы с максимальной поддержкой со стороны государства. И когда мы говорим об этом, я имею в виду не только, например, завтрашние заседания, а я имею в виду о том, что мы в парламенте незадолго до каникул, которых я, правда, не почувствовал, мы проголосовали меморандум о снижении энергетической уязвимости. И на основе этого меморандума, под этот меморандум тоже будут завтра выделены очень серьезные средства. Все потребители газа в Республике Молдова будут разделены на пять категорий. И в зависимости от категории будет определяться финансовая поддержка государства. То есть, если у тебя низкий уровень доходов, и ты потребляешь газ, тебе будет оказываться больше поддержка. В этом меморандуме предусмотрены меры, чтобы никто не выпал из этой системы, даже если он не будет включен, то этот потребитель газа, ему будет оказана поддержка в среднем такая, как по всему населенному пункту для данной категории. Естественно, есть такая проблема. Да, 21 век, термоядерная энергетика, телескопы Хаббл и Джеймс Уэбб летают где-то в космосе, а мы занимаемся дровами. То есть, в себя будет собрана информация о тех... И кизяком. Да, кизяком правительство не занимается, это частная инициатива. Но насчет дров, да, будет собрана информация о потребителях, о тех людях, которые нуждаются в дровах. И опять же, будет организована продажа этих дров по вменяемой цене без промежуточных, без посредников и накруток. Поэтому завтрашний день будет, как я говорю, наш коллега-односталка должен нам аплодировать. Потому что, повторяю, мы проанализировали все возможности для того, чтобы эта поддержка была существенной. Например, я, наверное, не выдам страшную тайну, но пенсионеры с пенсии до 5000 получат одноразовую поддержку 1500 лей. Бюджетники получат повышение зарплаты на 5,5%. Те, которые имеют зарплату меньше 15, получат одноразовые выплаты в 2 захода. То есть 2 захода по 10 тысяч? Будет повышена зарплата медикам до 10%, будет обеспечена выплата по 1000 лей на одно ребенка, независимо от того, родители застрахованы или не застрахованы. Ну и, соответственно, будет очень большая финансовая поддержка для того фонда, о котором я говорил, с тем, чтобы тарифы, которые будут выплачивать рядовые граждане за потребленный газ, не превышали тех, которые были прошлой зимой. Поэтому я хочу предупредить тех, которые в разных ситуациях или на митингах кричат, что мы умрем от голода, мы умрем от холода. Я предлагаю им немножко остыть, потому что на улице жарко, и, в общем-то, больше сконцентрироваться на тех усилиях, чтобы уменьшить энергопотребление в наших квартирах и наших домах, чтобы садики, школы были утеплены, чтобы пока еще есть время. Вот читаешь, что мы также в парламенте изменили закон и дебюрократизировали процедуру установки фотоэлектрических батарей. То есть, уважаемые сограждане, халява советская, когда там кубометр газа стоил, не знаю, сколько копеек, киловатт 4 копейки, и кубометр воды 2 копейки, она необратимо кончилась. Мы должны научиться экономить, и мы должны понимать, что только совместными усилиями, объединившись, мы преодолеем этот тяжелый период с минимальными издержками. Давайте мы продолжим нашу беседу. Меня волнует такой вопрос. Почему вы не почувствовали отпуск, господин Антой? Почему что? Вы сказали отпуск, я так и не почувствовал. А, нет, потому что в силу личных обстоятельств мне удалось никуда уехать, и я отдохнул, отсыпаясь. Как ваш парашютный спорт? Слава Богу, я сумел вернуться после травмы, которая была достаточно, скажем так, серьезной в моем возрасте. И я надеюсь в этом году еще поучаствовать в международных соревнованиях. Будем следить, также и посмотрим завтра, какая будет на пленарном заседании у господина Односталка реакция, будет ли он вам аблодировать. Нет, давайте так договоримся. Я, конечно, пошутил, но я с полной ответственностью хочу сказать, что у нас в партии были очень жаркие дебаты. Мы буквально строчка за строчкой проходили и анализировали все возможности именно для того, чтобы оказать поддержку социально уязвимым слоям населения. Потому что ситуация действительно экстраординарная. Есть моменты, где власть, правительство, парламент практически не обладают никакими рычагами. Но здесь мы мобилизировались и будем оказывать максимально возможную поддержку. Но, повторяю, есть еще такая ситуация. Каждый должен посмотреть вокруг себя и проанализировать, а что можно сделать для того, чтобы уменьшить энергопотребление, уменьшить это растранжирование энергии. И я, к сожалению, например, живу в таких условиях, ну, седьмой этаж, советская система распределения тепла, что там практически ничего экономить нельзя. Ну, нет, можно там законопатить и так далее, но уменьшить количество потребляемого тепла нельзя, потому что там идет вертикальная система распределения. И вот программа ООН по развитию, как-то, да, где-то так, объела конкурс и было отобрано пять многоквартирных домов в Кишиневе, где будет изменена эта советская система вертикального распределения теплоносителя на горизонтальную. То есть в каждую квартиру будет вход, кран и счетчик. И я, например, уходя на работу утром могу закрыть кран, прикрыть его, придя вечером открыть, в одной комнате прикрыть, открыть и так далее. То есть я влияю на объем потребляемой энергии, количество потребляемой энергии, и, соответственно, есть смысл экономить. А так как у меня советская система, я открываю форточку, когда мне жарко, я замерзаю, когда мне холодно и не могу ничего сделать. К сожалению, мы 30 лет кричали про геополитику, про унири, про путинские танки. Но вот такими вот делами, действительно важными для страны и для каждого гражданина, практически не занимались. Ну что, сейчас, похоже, жареный петух нас клюнул, и пришла пора этим заниматься. Буквально в эти минуты цена на газ в Европе впервые с начала марта превысила 3300 долларов за тысячу кубометров. Тем временем цены постоянно растут. Мы предполагаем, что еще больше цена вырастет. Мы слышим, что заявляет господин Спыну. Он говорит, что «Газпром» становится ненадежным поставщиком газа. Мы видели новые газовые ограничения для Европы. У нас есть контракт, но у нас нет ответа, как все будет развиваться дальше, будут ли подтверждены вообще поставки объема газа в Молдову. Но мы должны обеспечить страну газом, вне зависимости от того, это будет «Газпром» или это будет какой-то другой источник. Как мы будем обеспечивать страну газом? Во-первых… К чему нам быть готовыми? Нет, подождите. Во-первых, газ будет. Проблема в цене. Раз. Во-вторых, интернет сейчас позволяет, даже не будучи великим экспертом, посмотреть, например, динамику цен на спотовых рынках, начиная с 2020 года и кончая последними данными. В 2020 году цена на газ валялась, падала до 90 долларов за тысячу кубометров на спотовых рынках. И мы говорили, вот мы вынуждены покупать у «Газпрома» в два раза дороже. Это было. Потом мы видим, как график цены на газ на спотовых рынках начала лихорадить. Если мы накладываем на график цены на газ политические процессы, получается однозначный вывод, что «Газпром» использует газ в качестве оружия. Это чтобы было понятно. Я закончу свою мысль. Когда мы говорим, что цена на газ достигла… В Европе есть разные спотовые рынки. Есть рынки, где торгуется российский газ, а есть рынки, где российский газ не торгуется. И на тех рынках, где российский газ не торгуется, а по крайней мере, три дня назад я видел эту цифру, цена на газ была то ли на 800, то ли на 1000 долларов меньше, чем на том спотовом рынке, где торгуется и российский газ. Есть еще один фактор. Давайте посмотрим на наполняемость газовых хранилищ в Европе. Например, Германия, которая попала в капкан газовой зависимости от Российской Федерации, насколько я понимаю, в том числе и благодаря коррумпированности немецких политиков и принципу бизнеса «Жьюжилл», Германия вынуждена была взять под государственный контроль крупнейшее в Европе подземное газовое хранилище, которое принадлежало «Газпрому». Потому что на апрель месяц этого года наполняемость была ноль. А они сейчас приняли нормативы, которые обязывают обеспечить график заполняемости этих подземных газовых хранилищ с тем, чтобы зимой было откуда брать этот газ, когда резко растет потребление. И сейчас, насколько я понимаю, средний коэффициент заполненности этих газовых хранилищ где-то 85%. Поэтому давайте не будем реагировать на все эти спекулятивные цены. Мы должны подождать, посмотреть, что произойдет после того, как эти газовые хранилища заполнятся. Мы видим, что Норвегия намного опередила по объемам поставок газа на европейский рынок ту же Российскую Федерацию. Да, в ситуации, когда Российская Федерация использует поставки газа в качестве оружия. Не говоря уже о том, что даже при уменьшенных поставках газа на европейский рынок Российская Федерация при таких лихорадочных спекулятивных ценах получает дополнительные прибыли в бюджет. Что до Республики Молдова, давайте вспомним формулу, по которой рассчитывается цена газа. Она имеет две компоненты. Первая компонента – это цена на спотовых рынках. И вторая компонента – привязка к нефтяной корзине. Но мы сами настояли на этой формуле. Нет, подождите, что значит сами настояли. Это мы не знаем, что там было на тех переговорах. Только сейчас наша власть начала проговариваться о том, что были и политические условия неприемлемые для Республики Молдова. Для меня лично это секрет Полишинеля, зависит от конкретики. И если мы зимой в холодный период, формула предусматривает, что 70% цены тарифа на газ привязываются к нефтяной корзине и только 30% к спотовой цене на газ. И есть шансы, что цена на газ для Республики Молдова существенна. Не хочу быть тут ни пророком, ничего. Потому что пророков и так хватает. Могу только напомнить, что когда мировая экономика в 2008 году свалилась в глобальный кризис, из десятков тысяч так называемых экспертов буквально единицы предсказали тот кризис. Остальные его просто прохлопали. Я не хочу, я не эксперт в области энергетики, хотя и бывший инженер. Но я понимаю, что это не тот критерий, которым следует руководствоваться для того, чтобы пойти топиться. Потому что, видите ли, цена на газ достигла такого уровня. И есть еще такой момент, что надо подождать, чем закончится все-таки запущенный аудит тех 719, по-моему, миллионов долларов, которые Газпром считает, что Молдова должна выплатить. Все-таки были отобраны аудиторские компании, не зная, как там Газпром воспринят результаты этого аудита. Но, тем не менее, есть еще один фактор. Скажите, пожалуйста, а до какого года Россия взяла на себя обязательство использовать украинскую газотранспортную систему, через которую мы получаем газ от Газпрома? Если быть точным, то до 2014 года включительно. После этого непонятно, не говоря уже о том, что непонятно, чем закончится российская агрессия против Украины. То есть здесь вообще никакие. Поэтому есть вещи, которые зависят от нашего правительства, есть вещи, которые не зависят. Мы видим, позитивные в том числе. Мы видим, как, например, в европейской газотранспортной системе появляются дополнительные врезки, сегменты, которые позволяют поставки, диверсифицировать направления поставок газа из разных направлений в случае, если одно перекрывается. Ну, если уж давайте отметим заявление мэра Ясс, который сказал, что Яссы готовы отдать свой газ Республики Молдова. То есть здесь, я говорю, можно набрать факторов и на популизм, и на эмоции, и на экспертные оценки. Но я считаю, что ситуация слишком сложная. И здесь, я повторяю, как член правящей партии, я вижу первое. А. Мы мобилизовали все ресурсы для того, чтобы оказать существенную поддержку гражданам, и чтобы тарифы за потребленный газ не были выше, чем прошлой зимой. Б. Мы видим, что ситуация на энергетических рынках в Европейском Союзе меняется очень динамично, драматически, и трудно что-то предсказать. Но я все-таки рассчитываю, что этот газовый рынок, он в значительной степени спекулятивный, реагирует на войну, на газовую войну. И придет период, когда этот рынок немного остынет, и, соответственно, цены на газ станут более вменяемыми. Чтобы мы не останавливались еще минут 10, господин Антоний, на газовом вопросе, но все-таки из того, что вы говорили, я не хотела вас перебивать, но есть несколько вопросов по поводу спотового рынка. То, что снизятся цены, это, конечно, хорошо, но мы прекрасно помним прошлый год, когда мы ситуативно, то есть на спотовом рынке мы можем надеяться только на спотовый рынок, когда в какой-то ситуативной ситуации, когда нужно срочно предпринять меры. В кризисном, жить в таком кризисном режиме мы же постоянно не можем, не так ли? Второй момент по поводу аудита. Я, насколько понимаю, что аудит, зачем вообще тратить деньги на этот аудит? Это лично вот я так думаю. Если все транзакции, если все абсолютно платежки у нас же проходили, или мы не доверяем своим таможенным и налоговым службам, это второй момент по аудиту. Третий момент. По поводу заполняемости газовых хранилищ, вы говорите о том, что я готова с нами поделиться. Нет, я сказал про европейские газовые хранилища, которые заполнены уже на 85%, невзирая на лихорадочные цены, они заполняются с опережением графика. И эксперты, которые понимают больше меня, считают, что когда эти хранилища заполнятся, тогда вот эта лихорадка на спотовых рынках, которая в значительной степени спекулятивно на нас падет, и мы увидим более вменяемые цены. По поводу аудита. Мы не провели его своевременно. Следующий момент. На сегодняшний день Молдова Газ заявила о том, что они не способны рассчитаться с Газпромом за месяц. Нет, 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 давайте поделим одно от другое. Во-первых, что такое Молдова Газ? Молдова Газ – это дочерняя фирма Газпрома. Они так не считают, они это отрицают. Нет, давайте так. 21 октября 1998 года правительство Республики Молдова приняло постановление номер 1068 о создании СА Молдова Газ, в котором с самого начала, абсолютно необоснованно, Газпром получил 50% плюс одну акцию. В том же постановлении был пункт второй, что в течение года департамент приватизации, во главе с молодым политиком Владом Филатом, реализует международный аудит для того, чтобы установить окончательные квоты для акционеров. Этот международный аудит не был реализован до сих пор. Пригласите в эту студию то ли господина Тудора Шойту, то ли Виктора Парликова, они вам расскажут это с бумагами, с цифрами и так далее. Дальше. Левый берег получил 13,53% акций и 35% правительства Республики Молдова. В 2006 году эти 13,53% акций были переданы в доверительное управление Газпрому. Кто обладает практически 65% акций в так называемый Молдова газ? Но контрольным голосом. Подождите, подождите. Что происходит с левым берегом? Почему великий и могучий Газпром поставляет газ на левый берег и не получает в ответ ни одной копейки, ни одного бануца, ни одного цента? Почему весь потребляемый на левом берегу газ оплачивается по тарифам в 10-15 раз ниже, нежели на правом берегу? Не говоря уже о том, что произведенное электричество идет на майнинговые фермы, которые были открыты на левом берегу. Не будем напоминать фамилии, а то человек в сложное положение скажет, что я добиваю. Да. Поэтому, да, не говоря уже о том, что есть исследования Идис Витору, Игор Мунтиану, которые на протяжении лет говорили о том, что эта схема использовалась помимо того, что деньги уходили в офшор, они используют для покрытия затрат бюджета непризнанной антикоистической так называемой Приднестровской республики. Поэтому наши взаимоотношения с Газпромом, они далеко не описываются спотовыми рынками, аудитом. Здесь, если проводить аудит, то здесь, боюсь, что очень многие вещи надо будет переосмыслить радикально. В том числе может оказаться, что Газпром, в общем-то, вредило республике Молдовы на протяжении всех этих лет. Это не бизнес. Не говоря уже о том, что Кучурганская ГРЭС была объявлена приватизированной Интеррао ЭС. На основе чего? Откройте сайт Интеррао ЭС. Интеррао ЭС мы еще поговорим, чтобы закрыть этот макарь. Мы можем поговорить про компанию Энергокапитал, которая была зарегистрирована в Террасполе по периоду труда номер 7 с одним наемным рабочим, и которая через три дня получила в нашем агентстве по регламентации в энергетике лицензию на поставку электроэнергии. Кто это? Кто это, господин Антой? Как кто? Деловар из двух берегов Днестра. Мы платили за электричество, и деньги уходили в этот энергокапитал, а оттуда в офшорки. Те же представители гражданского общества, в том числе и ваш покорный Суруга, мы орали вслух. И говоря же о том, что в интернете появились расшифровки телефонных пересговоров одного депутата, ну, в международном розыске, из молдавского парламента, который поехал на левый берег договариваться о том, чтобы тарифы, поставляемые нам электроэнергией, были выше, чтобы откат был вкуснее. Поэтому вот эти все, этот клубок, ну, еще, чтобы продемонстрировать, что я что-то помню, 16 ноября 2005 года, Василий Тарлев, будучи в Бухаресте, с премьер-министром Румынии, Калином Попеску-Теричану, обратились к Борозу с письмом, дайте нам деньги на соединение республики, присоединение республики Молдовы к электросистям Европейского Союза. Где это подключение? Только сейчас, с того момента, как мы пришли во власть, предприняты экстраординарные меры, чтобы была построена эта линия электропередач, чтобы мы не были шантажируемы со стороны Кучургана. Поэтому здесь, в энергетике, наворованы миллиарды, и, как я говорил много раз, газопровод можно взорвать за три секунды, но построить новый, это нужны годы. Про электропередачи то же самое. И поэтому в этой драматической ситуации наложилось все. И то наше наследие, коррумпированное, криминальное, которое мы получили, и война в Украине, которая, по моему мнению, в мире идет гибридная мировая война, где идут кибератаки, информационные атаки, энергетические атаки, экономические войны, ну и классическая война в Украине. Поэтому такова ситуация. И здесь, я повторю, есть вещи, которые от нас зависят, но это не тот случай, чтобы орать на митингах, мы умрем от холода, мы умрем от голода. А если нас так не устраивает российский газовый рынок, почему мы за это все время не выстроили другую инфраструктуру? Мы же сегодня не можем из других источников получать газ. Первое. Второе. Вопрос хороший, но я только что на него ответил. Газопровод можно взорвать за три секунды, но ПАС пришел во власть, если мне не изменяет память, правительство было сформировано 6 августа. И требовать от нас, чтобы мы построили построили в подвалах Крикова маленький термоядерный реактор за это время и обеспечили, залили электроэнергией Молдовы халявной. Это несколько несерьезно. Мы работаем в режиме пожарной команды. Ковид, энергетика, война, беженцы, инфляция. Поэтому сейчас ситуация экстраординарная. Главная заслуга нашей власти, не то, что я хвалю себя, но это мир, это цивилизованная реакция нашего общества на проблему беженцев. Главная заслуга госпожи Майя Санду то, что она открыла для Молдовы мир и в значительной степени финансовая поддержка, которую в том числе мы закладываем в бюджет, она приходит извне. Это не запрет на плодовочную продукцию с 15 августа, которую ввела Российская Федерация. На правом берегу вот все плохо, на левом все хорошо. Очевидно, ворованный русский газ выжигает эту плодовочную, не знаю, какую-то там. Это мы слишком много раз проходили для того, чтобы это выглядело, знаете, достаточно убедительно. Что с 300 миллионами, которые выделили АБРР? Мы уже готовим резервы газа в Румынии? Вы знаете, древние говорили, фестинолента, то же самое, торопитесь медленно. В случае необходимости. Никто не собирается покупать эти объемы газа и так далее. Я повторяю, рынок газовый в 2000 году 90 долларов за тысячу кубометров на тех же спотовых рынках. Сейчас идет война. И вот именно Европейский Союз пытается отказаться от российских энергоресурсов. Россия пытается продемонстрировать Куйскину мать Европейскому Союзу и перекрывает поставки газа. И та турбина, которая была отремонтирована для того, чтобы качать газ через Северный поток-1, оказывается, Россия нам не нравится. Потому что им нужна бумага, что она поставлена и отремонтирована в нарушении санкций. Им нужна брешь в санкционной политике, для того, чтобы потом сказать, ну, раз и один раз отказались от санкций, идем дальше. Мы будем шантажировать вас дальше. Я понимаю, что это, скажем так, кому-то может нравиться, кому-то может не нравиться. Но, уважаемые, давайте посмотрим на то, что творится вокруг. Если кто-то хочет мне привести в пример политику Орбана, ну, так это засланный казачок в Евросоюз. И, конечно, он торгуется с Путином. А господин Эрдоган? А господин Эрдоган, он, во-первых, лидер страны, которая несозместима по калибру и ведет свою игру с Российской Федерацией. Потому что, когда в Нагорном Карабахе было подписано Шушенское соглашение между Азербайджаном и Турцией, я не думаю, что его согласовали с Российской Федерацией. И когда в 2015 году был сбит российский СУ-24 в Сирии, это тоже был факт. И когда Турция строит в Украине завод по производству байрактаров, мы знаем, что такое байрактар? Конечно, это самолет, я уточнил. Нет, 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 это дрон, самолет, это ударный, развернув ударный дрон, то есть беспилотный БПЛА, беспилотный летательный аппарат. То есть, зачем нам сравниваться с Турцией? Турция – это страна, член НАТО. В Турции 80% в инфляции. Поэтому... Но это им не мешает вести свою политику, господин Анатольевич? Нет, я не знаю, мешает, не мешает. Хочется верить, что политические процессы в Турции при всех издержках будут оставаться в рамках представительной демократии, и те выборы, которые будут в Турции на следующий год, оставят Турцию демократическим государством, пусть и не таким, как Швейцария, к примеру, но тем не менее. Поэтому что значит Турция? Мы Республика Молдова, нам было, руководство Молдовы обронило то, что должны были сказать с самого начала, нам выдвигали политические условия, политические условия неприемлемы. Поэтому вот так вот. Чтобы мы закрыли тему газово-энергетического вопроса, объясните, теперь вернемся к Интерал. Мы знаем, что это Молдавская ГРЭС. Да. Там, где мы всегда покупали электроэнергию. Контракт заключался всегда на два года. Теперь уже мы слышим на протяжении полугода, что мы еще на два месяца продлили, еще на два месяца продлили. Вы сейчас объясняете, господин Антой, то, что там есть какие-то коррупционные, например, схемы, коррупционные составляющие? Эти коррупционные схемы были на протяжении до прихода партии ПАСВА власть. Это я беру на себя смелость утверждать. Из этих схем кормились власть придержащая в Кишиневе. И когда я говорил вам, что депутат отправящий партии ехал на левый берег договаривался... Это кто, Андернаки вы имеете в виду? Ну, вы назвали фамилию. Но я спрашиваю, я не знаю. Нет, я в интернете... Ну, что в Интерполе этот человек... Ну, он не один, слава Богу. У нас число множится. Практически всех отклоняет Интерпол. Вот только на нем я слышала поэтому предположим. Я не считаю, что Интерпол это универсальный инструмент для решения молдавских проблем. это то, что мы говорили про... Пример. 22 июня 2007 года Владимир Воронин летит в Москву и в Новогорёво три часа встречается с Владимиром Путиным. Мы рассчитывали, что он будет обсуждать так называемое пакетное соглашение по проблеме Приднестровья. Однако, после той трёхчасовой беседы что произошло? Кучурганская ГРЭС получила лицензию от Республики Молдова на поставки электроэнергии на румынский рынок. На Виргинских островах Великобритании была создана офшорная компания East Europe Energy Ltd, которая стала посредником между Кучурганской ГРЭС и румынским рынком. Меня среди акционеров той офшорной компании не было, но, как говорится, из нашего опыта уже было абсолютно понятно, что это чисто коррупционная схема, согласованная с Путиным, на уровне Путина, когда ворованный российский газ используется для производства дешёвой электроэнергии, которая поставляется на рынок Румынии, а откат, посредник берёт жирный откат, который распределяется между участниками этой схемы. Это, извините, медицинские факты, Google Search и так далее. И этих примеров не с числа. Более того, когда Молдова пыталась найти альтернативные источники электроэнергии в Украине, то с технической точки зрения, насколько я помню, из семи линий электропередач, которые связывают республику Молдова с Украиной, я могу ошибаться, потому что, извините, шесть проходят через распределительные узлы в Кучургане. И далее были попытки со стороны Кучургана устроить диверсии для того, чтобы сорвать поставки электроэнергии из Украины. Украина сейчас пытается обеспечить себе какие-то поступления в бюджет, продавая электроэнергию на рынок Евросоюза. И, соответственно, цена электроэнергии, которая поставляется на рынок Евросоюза, она нормальная цена. Для нас она неподъемная. Поэтому я не посвящен в эти детали. Вы сказали на два года, сейчас на месяц, на два. Есть какое-то соглашение негласное, потому что Левый берег, оказывается, не хочет ни с кем воевать, ни с нами, ни с Россией, ни с Украиной. Левый берег это такие же бизнесмены, как... и было достигнуто какое-то соглашение, что вот Рыбницкий металлургический, Молдавский металлургический завод получает сертификат экологический и продолжает экспортировать продукцию, а Кучурганская ГРЭС по приемлемым ценам поставляет нам электроэнергию на правый берег, потому что у нас такая ситуация с платежеспособностью населения. То есть сейчас в смысле ломать все это будет как-то достаточно болезненно. Единственное, не могу понять, почему мы покупаем еще 30% то есть на сегодняшний день не заключаемка. А это для страховки, потому что извините, абсолютно очевидно, что нельзя полагаться только на один источник и тот, который электроэнергии, тот, который... 30 лет полагали же, господин Антонович. Нет, ну извините, 30 лет воровали, так что продолжим дальше? Если эти дешевле дают, надо параллельно, чтобы правоохранительные органы расследовали и сажали в тюрьму те, кто воровали, я так понимаю. А параллельно? Насчет сажали, это вопрос не ко мне, я имел в виду, что сегодня, по крайней мере. Но есть такое понятие, как энергетическая безопасность. Энергетическая безопасность предусматривает разные источники, из разных направлений. Где тот третий энергетический пакет, который еще господин Валерий Лазарь, будучи министром экономики, подписал обязательство внедрения? У нас же, повторяю, это был циничный бизнес, из-за которого в том числе мы обеднели, из-за которого сейчас Республика Молдова оказалась в такой критической ситуации, что нам приходится изыскивать, идти на экстраординарные меры для того, чтобы пережить эту зиму. Время покажет, кто и кто, что было правильным. Господин Анатолий, мы прервемся на короткую рекламную паузу. Дорогие друзья, она прилетит очень быстро. Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет все самое интересное. Итак, друзья, мы вернули в студию. Напомню, что в эфире программа «Главная» сегодня политическую, социальную, экономическую ситуацию в стране. Мы обсуждаем с гостем нашего эфира, депутатом парламента Уазу Нантоем. Господин Нантоев, в продолжении нашей беседы. Борьба с коррупцией. Мы движемся вперед в данном направлении? Внушает ли вам доверие новая глава антикоррупционной прокуратуры, госпожа Дроголин? Ну, во-первых, сегодня масс-медиа отметили, от какой зарплаты ушла госпожа Дроголин. 120 тысяч долларов за год. 120 тысяч долларов в Соединенных Штатах. И это внушает оптимизм, потому что человек согласился прийти на эту должность не для того, чтобы быть причастным к схемам. Очевидно, все-таки есть и профессиональные амбиции, и, извините, патриотизм, и боль за свою страну, хотя, кажется, она уехала 11-летним ребенком, для того, чтобы продемонстрировать, что можно бороться с коррупцией и в условиях Республики Молдова. Я хочу напомнить 19-й год. Коалиция, та странная, или как она называлась, между социалистами и блоком АКУМ, 8 июня 2019 года было создано правительство во главе с Майя Санду. И что произошло 14 июня? Не всем нравится напоминание об этой дате. 14 июня из 637 прокуроров списочного состава Генеральной прокуратуры 612 были объявлены подписантами документа, который косвенно поддерживал Плокотнюка. И вы хотите на второй день, чтобы вот так и все стали ангелами, которые служат букве закона Конституции и не знают, что такое коррупция, клановые интересы и исполнение воли Пахана? В 2019 году от нас требовали крови здесь и сейчас. Более того, некоторые госфункционеры улетели тогда с должностей. Что произошло? Прошел годик, они вернулись с решением независимого молдавского суда, по которому их восстановили в должности и еще и выплатили жирную компенсацию. На этот раз мы решили пойти более обстоятельно. Сперва создается не начинаем с того, что составляем расстрельный список коррупционеров и расстреливаем их на площади Великого Национального Собрания. А начинаем с того, что создается механизм. Механизмы беспрецедентные и которые противоречат нормам правового государства. Что значит, когда в Конституции написано, что судебная система независима, что значит создать комиссию по привейтингу с иностранными экспортами, которые будут создавать этот Консилию Супериор Магистратуры. Это извините, приходится прибегать к опыту других стран и доказывать, что в условиях Молдовы, когда все так запущено, нужны экстраординарные механизмы для того, чтобы вернуть системе способность к самоочищению. Не к тому, чтобы я поднимал трубку или показывал пальцем, кто коррумпированный или нет, а чтобы система самоочищалась на основе закона. И есть еще один момент, который я недавно был шокирован. Знаете, чем? Вот нужно было решить одну микро-проблему. Неважно, в какой области. С коррупцией не связано. Я иду к министру. Министр поднимает трубку, звонит ниже. я иду к человеку, которому позвонил министр. Вы знаете, я много увидел в этой жизни. Ну, смерть Сталина. Но такого паралича государственных структур и такой имитации деятельности я не ожидал увидеть. Это одна из проблем, которые мы тоже унаследовали. потому что в госструктурах кто сидел? Люди, которые получали зарплату, но жили не за счет зарплаты. Или тихие исполнители, которые ждали пенсии. А сейчас нам нужна не такая ни одна категория, ни другая. Нам нужны госфункционеры, которые строго побудут в закон, имеют мотивацию, они работают для реализации программы правительства. И вот с этим громадная проблема. Это очень сложная проблема. Я не оправдываюсь, но вы сами упомянули, что у нас появляются новые лица во главе этих структур. Мы видим, что мы приняли закон, например, о том, что могут быть осуждены те, которые не появляются на судебных заседаниях. Конфискация имущества и так далее. То есть это медленный, но обстоятельный процесс, который должен привести не к телевизионному правосудию. Потому что когда исполняющий обязанности генерального прокурора последний раз приходил в парламент с требованием лишить иммунитета коллегу нашу, уже в парламенте явно звучало, мы хотим завершенности, не только, чтобы ты приходил в парламент и требовал поднятия, лишения иммунитета, а мы хотим, чтобы уголовное дело было передано в суд, и суд решил, кто виновен и в какой мере, а не телевизионное правосудие с маски шоу, с обысками и так далее. Да, это возможно тоже является элементом. Вот у Трампа на Вилле тоже обыски проходили. Но я повторяю, и общество требует, и мы осознаем, что нам не нужны маски шоу на телевидении и телевизионной правосудии. Нам нужна профессиональная работа на основе закона и конституции. Если человек есть подозрение, человек лишается иммунитета, задержан или в состоянии домашнего ареста, но уголовное дело должно быть передано в суд, и суд должен решать степень его вины или невиновность. Итак, я напомню нашим зрителям, что на днях глава антикоррупционной прокуратуры Вероника Драголин дала первую пресс-конференцию. Это происходило 19 августа. Первую пресс-конференцию после вступления в должность. Глава антикоррупционной прокуратуры говорит, что в Молдове никогда не было настоящей борьбы с коррупцией, иначе в тюрьмах не хватило бы места. Мы расскажем, насколько много, настолько много, насколько позволяет закон, отметила госпожа Драголина. Она добавила, что прозрачность вождает, чтобы люди понимали, что уголовные дела обоснованы. Отвечая на вопросы журналистов, Вероника Драголин рассказала, что решила вернуться из США в Молдову, потому что, приезжая на родину, видела, как тяжело людям. Я хочу помочь своей стране, сказала она. Чувствую, что попала на поле боя с ранеными солдатами, которые могут умереть, если не принять срочных мер. Также заявила госпожа Драголин. Почему вы уверены, что она сможет разобраться в местной куматрии, так скажем? А кто вам сказал, что я уверен? Человек объявил о своих намерениях. И я, вот сам факт, вот вы упомянули, Вероника Драголин, в то же время сотни тысяч граждан Молдовы уехали из Молдовы и реализовались за пределами республики Молдовы, даже если не в таких звучных должностях, которые достигла Вероника Драголин. Возникает вопрос, почему молдаване, в смысле гражданства, как правило, уезжая из страны, самореализуются? А почему у нас внутри Молдовы мы не способны создать такие условия, чтобы самореализовались внутри Молдовы? Почему? Объясняю. Потому что, уезжая из Молдовы, мы принимаем те правила игры, которые существуют в Германии, Великобритании, в той же Румынии, в Италии, в Соединенных Штатах, где правовое государство, равенство перед законом, и так далее, и так далее. И там наши граждане реализуются. А когда мы оказываемся здесь, Куметру, Ненаш, Фин, схемы, рэкет, воровство миллиарда, и так далее, и так далее. Поэтому, уважаемые, я не возлагаю надежды только на Веронику Драголин, или на Жану Дарк, или даже, извините, на Майю Санту. Речь идет совсем о другом. Когда 15 ноября граждане Республики Молдовы, почти миллион граждан, цифру не помню, там 960, чем-то тысяч, проголосовали за Майю Санту, это была мобилизация общества, которая самим себе сказала, хватит, мы больше так не хотим. И следует подчеркнуть, что Майя Санту победила бы и без диаспор. И следует подчеркнуть, что среди тех, которые с левого берега либо были привезены, либо сами приехали голосовать, 14,2% проголосовали за Майя Санту. И следует подчеркнуть, что вокруг этой идеи хватит. Майя Санта сумела объединить граждан Республики Молдовы независимо от языка и так далее. И поэтому вот этот посыл хватит, надо наводить порядок у себя дома, он основывается именно на той политической воле, на том мандате, который получила наша власть у граждан Республики Молдовы. И как следствие, да, уже появляются такие, ну как, скажем так, симпатичные, яркие личности, как Вероника Драголин, но, повторяю, ей придется бороться с системой, а с системой бороться очень сложно. Уаза Георгиевич, что вы можете сказать по делу Додона и госпожи Талвер? А я ничего не могу сказать, во-первых, я не Уаза Георгиевич, я просто Уаза, я не славянин, мы не в России. Хорошо. Это раз. Во-вторых, пускай прокуроры принесут дело в суд, пускай защищают адвокаты, и тогда мы узнаем вердикт суда. Я могу только сказать, что я глубоко не уважаю Игоря Додона, но это не влияет на суде, как вы понимаете, я его не уважаю. А ну, про видную спортсменку Марину Таубер я воздержусь. Я хотел бы все-таки, чтобы Илон Шор приехал в страну даже без того миллиарда, который он все обещает вернуть, и предстал перед тем же судом, если он такой чистый, белый и пушистый. Правда, в России его называют по-другому. Муж певицы Жасмин. Мы сейчас говорим про Марину Таубер. А, Марину Таубер. Про вашу коллегу, которую лишили иммунитета, которая сейчас находится в комиссарии. Ну, так и что. У нас, у нее есть адвокаты, есть пресса. Я был в этом как-то учреждении, где там достаточно цивилизованную службу. Мы в качестве депутатов посещали следственный изолятор. Первый раз мы помним, когда их арестовали, генпрокурор тогда извинялся перед ними в парламенте. Я же вам говорю, что мы унаследовали такую ситуацию в госструктурах, что мама не горюй. Поэтому, если кто-то перед ними извинялся, так кажется, Игорь Дадон был тогда президентом. И я повторяю, все мы грешны, нет ни одной страны, населенных исключительными ангелами. Возможно, Северная Корея к этому приближается. Но мы должны создать систему, которая будет работать независимо от того, как называется партия во власти или как зовут президента. Вот к этому следует идти. Это звучит, конечно, немножко наивно и романтично. Но, тем не менее, это, скажем так, это главная цель, без которого у Молдовы нет будущего. Без достижения которой у Молдовы не будет будущего. Просто, если это дела политические, то это и так, и так оставляет правящие партии. Вы знаете, я не фан Плохотнюка, но когда некто, Игорь Дадон, обсуждает с Плохотником, что нужно подписать в присутствии посла России соглашение о коалиции, в котором будет секретный пункт о федерализации республики Молдова, да, 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 не напрягайтесь, было. И когда появляется знаменитый кулек, да, я не знаю, что в том кульке, презумпция невиновности и так далее. И когда, как это, Бахама Пейперс или как, и так далее, и так далее, и когда мы видим деятельность этих политических партий и избирательные компании, которые целиком построены на грязных деньгах, так как же мы хотим жить хорошо? Потому что я воспринимаю спокойно критику и в адрес себя, и в адрес партии, и это нормальная критика. Но я хочу подчеркнуть один момент. Я видел многое в этой жизни, повторяю второй раз в этой передаче, но я впервые увидел, как и госпожа Майя Санду стала президентом, и ПАС пришла во власть исключительно на прозрачные деньги, пожертвованные рядовыми гражданами Республики Молдова. Без каких-либо мафиозных обязательств и кланов, которые дали бы деньги на то, чтобы прийти во власть, а потом пришли бы и сказали «А ну-ка, давай». Поэтому не сразу Москва строилась, мы ничего не идеализируем, мы допускаем наши ошибки, но я считаю, что произошел качественный перелом с избранием Майя Санду и с выборами парламентскими прошлого года. Этот качественный перелом дополнился 23 июня, когда Республика Молдова получила статус страны-кандидата в Евросоюз. И сейчас нужно поменьше демагогии, побольше ответственности и с тем, чтобы наконец Молдова получила ту дозу оптимизма внутреннего, без которой у нее не будет будущего. Вы считаете, что если бы не было украинского сценария, Молдова получила статус кандидата в Европейский Союз? А я что, так сказал? Я задаю вопрос. Не считаете ли вы, правильно задают по-русски, вопрос? Да. Господин Антон, я у себя в студии задаю, так считаю. Война в Украине не сделала Белоруссию страной кандидатом в Евросоюз. Я внятно сказал. А что сделал? Статус страны кандидата стал возможен в первую очередь по итогам президентских и парламентских выборов. Когда граждане Республики Молдова продемонстрировали то, что я сказал, хватит, нам нужно вернуть страну гражданам, нам нужно правовое государство, мы не хотим жить в коррумпированном, захваченном государстве. Второй момент. Тот же Евросоюз, когда увидел реакцию общества, не власти, а общества на проблему беженцев, они поняли, да, Республика Молдова это цивилизованная страна, они наши по системе ценностей. И добавился фактор войны, да, но без первых двух третьего не было бы. Я повторяю, Белоруссия не получила статус страны кандидата, невзирая на то, что она тоже входила в программу восточного партнерства вместе с Украиной и Республикой Молдова. На какие финансовую помощь в связи с получением статуса кандидата мы можем рассчитывать? Это пригласите Нику Попеску, и он вам расскажет про все 33 досье переговорные. К нам, к сожалению, очень мало представителей власти приходит, если бы они я вам помогу. С удовольствием тогда будем больше Это сложный, многоэтапный, длительный процесс. Только не приводите мне в пример Турцию, опять же, которая не стремится стать членом Евросоюза, невзирая на то, что 30 лет назад получила статус страны. кандидата, ей достаточно свободной экономической зоны. И, скажем так, я хочу быть корректным, но, если посмотреть на Копенгаггские критерии 1993 года, примитивно к странам, которые получают возможность стать, право стать членом Евросоюза, Турции еще надо поработать. Какой диалог сейчас существует между Кишиневым и Камратом? Как вы оцениваете его? Кишинев это город, Камрат это город, города между собой не диалогируют, а диалогируют люди. Я понял, о чем речь, потому что хочу обратить внимание на следующий момент. Есть закон о местных финансах, как он там называется, и согласно этому закону все собираемые в Гагуйской автономии налоги остаются в автономии. Да, господин, на то я прошу прощения, но я поправлюсь, но таможенные сборы уходят в Вы еще хотите, Ваню Бургуджи, сделать верховным главнокомандующим и таможенные сборы еще в автономии ставить, да? Я подчеркиваю. Не, не надо подчеркивать. Республиканские политики говорят о Гагаузи и говорят, что все оседает в автономии. Все оседает, еще не хватало продать им все в таможене. Вы что? Таможенные сборы, ни на жителей автономии, самые высокие. Там самый раздутый бюрократический аппарат. Не буду говорить, во сколько раз зарплата Ирины Влаг выше зарплаты Майя Санду. А во сколько? По-моему, в полтора-два раза. У зарплата Башкана Гагаузи выше, чем у президента страны? Да, да. Ну, я этого не знала. Почти, кому нужны три района на 26 сел? Этот гиперраздутый, 15 управлений. В Соединенных Штатах 7 министерств Гагаузской автономии 15 управлений. Ну, не 15, господин. Откройте сайт гагаузия.мд. Ну, не 15 прям. И, согласно отчету счетной палаты, посмотрите на расходы на административный аппарат. По-моему, 20% из бюджета. Это вообще, как сказано в советском фильме, дичь. И именно в Гагаузской автономии проходят митинги, мы умрем от голода, мы умрем от холода, Майя должна поехать поклониться в ножки Путину и привезти дешевый газ. Только в Гагаузской автономии. Почему? Потому что есть местные политические провокаторы, которые по указивке, в том числе и из Кремля, пытаются раскрутить, но у них ничего не получится. По той простой причине, что они должны сесть за стол в народное собрание и исполком проанализировать бюджет, уменьшить затраты на этот гиперраздутый бюрократический аппарат и найти внутренние ресурсы для дополнительной помощи жителям автономии по сравнению с тем, что мы завтра будем голосовать по всей стране. Диалог, когда Гагаузская автономия не в лице Константинова, не в лице Ирины Влах, а наши сограждане, которые живут там, сами себе ответят на вопрос, а что такое Гагаузская автономия, тогда можно будет говорить о диалоге. А так у нас якобы Гагаузская автономия, но я не вижу, чтобы там было действительно... Я говорю с Леонидом Добровым. Вам не нужно представлять, кто такой Леонид Добров. Буквально позавчера мы были в одной передаче совместной, он сам сказал. 30 лет назад в каждой семье дети, взрослые, бабушки, дедушки говорили на Гагаузском языке. Сейчас язык теряется, не говоря уже о том, что лет 10 назад я иронически ухмыльнулся, когда в одном населенном пункте меценаты давали 10 тысяч лей семье, которая приводила ребенка... Во вдарме это было, да. Да, ну я так сказать, да. Не, ну это не секрет, это... Не, понимаете, и когда мы это называем Гагаузской автономией, а единственный смысл автономии кричать, что мы русская земля, и мы любим Путина, так о чем диалог? Мы ли представители Гагаузи, они утверждают, что русская земля кричали провокатора, а люди протестуют? Вы знаете, я в Кишиневе буду отвечать за кишиневских провокаторов, они пускай берут на себя местных провокаторов. Поэтому, когда госпожа Юрченко сдается это украинское прозвище, директор школы из Чадерлунга, выходит на митинг... Депутат народного собора. Да, депутат. И начинает кричать, что я не отдам своего мужа. Вы отдадите своих сыновей и братьев на войну. Да, это что? Она что, 1 сентября детей в виде буквы Z построит? Это что? Воспитатель? Это политический провокатор. С кем диалог? Диалог с разумными, ответственными людьми. А пока, извините, когда в народном собрании там чуть ли не до драк не доходит, когда депутат народного собрания выходит на митинг и кричит «желтая зараза», а в то же время 19 сел из ГГУской автономии выигрывает гранты «Европейское село», так вы, уважаемые, определитесь, что вы хотите. Вы хотите напротив памятника Ленина поставить памятник Путину? Пожалуйста. Но если вы хотите, чтобы мы жили в единой стране, так давайте спокойно договариваться, потому что, когда я в предыдущем составе парламента входил в эту рабочую группу, и я, как говорится, off the record, без протокола говорил, уважаемые, давайте не будем на публику работать. Вот возьмите лист бумаги и напишите, как вы видите исключительные полномочия автономии, совместные полномочия с центром и исключительные полномочия центра. Этого нет до сих пор. Потому что, когда нет такой бумаги, нечего обсуждать, зато легко выходить на телевидение на митинги и кричать, у нас забрали полномочия, центр ненавидит гагаузов, это вообще демагогия. Есть пакет из трех законов, господин Антоний, на котором настаивают и которые разрабатывают, над которыми работают все рабочие группы. На протяжении 12 лет я помню... Не надо, не надо, не работают, нет искренности, это имитация. Знаете, много лет назад, когда у нас появилось в Молдове понятие гражданское общество, мне принадлежала такая шутка, в которой есть доля правды. Гражданское общество это то, что останется, если обрезать внешнее финансирование. Вот если бы не было этого проекта СИАМАЙ, был бы этот диалог. Это не диалог, это площадка для диалога. А диалога пока нет. Потому что, повторяю, я со всем уважением отношусь к правам наших сограждан, которые считают себя ГГУСами. Нет проблем. Но вы определитесь, зачем нужна автономия? Для того, чтобы устраивать истерику с Георгиевской ленточкой, которая стала символом святым, и так далее, в ситуации, когда в нескольких десятках километров русская ракета убивает трехмесячного ребенка? Тут произошло определенное недопонимание, господин Антон. Я считаю, что Кишинев должен всегда действовать мудрее. А я и действую мудрее. Если дали полномочия автономии, чтобы принимать свои законы на культурном уровне, пусть принимают. Не, извините, а что? Закон это способ консуммации политического лебедо? Закон это, есть конституция, есть законодательство Молдовы, и соответственно уже может. Согласно законодательству Молдовы единственный момент, единственная тематика, по которой Гагаузия может самостоятельно принимать законы, не советуясь центром, это законы в области культуры. Зачем нужно было поднимать столько шума? Все, кто хотел выйти с ленточкой, не вышли с ленточкой, все равно там. Кто не хотел, тот не вышел. Нет, ну ради бога. Вот давайте я на следующую передачу приду с фашистской свастикой. Кто-то, то есть, давайте, вот мы же ведь такие вот либералы. Зачем шум, да? Шум. Ничего себе шум. 14 миллионов беженцев, десятки тысяч убитых людей, 400 убитых детей, разрушенная страна. Мы о другом, господин Антонин. Это не о другом. Это о другом, потому что человеческой натуре свойственен символизм. Кто мне не верит, посмотрите на крестики, которые носят. Что такое свастика? Сколько тысяч лет существует знак свастики? По-моему, у древних славян это был коловрат. В индуистской религии это вообще позитивный символ, да? Но в начале 20 века, извините, в 20-м году съезд национал-социалистической партии Германии приклеил свастику на флаг партии и свастика на европейском континенте стала символом абсолютного зла. Точно так же, извините. Я не хочу сейчас акцентировать внимание, мы еще 20 минут проговорим насчет этого. Я просто хочу сказать, что нужно, нужно, никто, никто из нормальных здравомыслящих людей не поддерживает, да, и не, там, как говорится, не смотрит за происходящим у соседей, как за футболом. Мы все сочувствуем, мы все принимаем, вы сами говорите, мы занимаемся беженцами и так далее. Все абсолютно. Вы не правы, потому что есть сограждане, которые по бумажке старательно читают специальные военные операции, не говоря уже о других декларациях, которые они будут цитировать по причине ненормативной лексики. Я хотела с вами еще поговорить по Приднестровью, если коротко, то спустя 30 лет, на ваш взгляд, к чему мы пришли в области Приднестровского урегулирования? Мы к чему-то пришли? Во-первых, Приднестровский конфликт не существует. Потому что, если вы посмотрите на любые социологические опросы, вы увидите, что эта проблема граждан Молдовы не волнует. Поэтому, откуда взялся, нет конфликта, людей это не волнует. Конфликт это, когда людей задевает за живое что-то. Опять ли ее вам впаривают по 20? Вы возмущаетесь. А здесь даже этого нет. Это раз. Второй момент. То, что мы называем Приднестровский конфликт, давно превратилось в бизнес. Бизнес, в котором Шериф вместе с подельщиками из Кишинева, то, что я вам говорил в сфере энергетики, то, что открывали дьюти-фри в Приднестровье, то, что поток контрабанды шел во все страны Европейского Союза и так далее, и так далее. То, что Михаил Саакашвили, когда его Порошенко сделал главой Одесской областной администрации, заявил, что из Одесской таможни каждый месяц уходило в администрацию президента в Киев 5 миллионов долларов наличкой. Это грязный бизнес. И люди, которые живут на левом берегу, они не наши враги, они заложники этого грязного бизнеса. Потому что после 24 декабря, февраля, извините, в три раза вырос поток людей с левого берега, которых хотят получить молдавское гражданство. И когда кто-то на левом берегу запустил так называемый фейк-ньюс, что будет мобилизация, куда люди побежали? На правый берег. Выстроились очереди. Когда весь бизнес с левого берега реализовывает экспортные и импортные операции на основе таможенных документов Республики Молдова без того, чтобы платить налоги. Это что? Конфликт? Это бизнес. Рука руку моет называется. Понимаете? Полностью согласна. Еще хочу добавить, что, как мне кажется, что и наш берег не очень хочет сближения, потому что пророссийский электорат, еще одна часть пророссийского электората, то, что вы говорите, это расхожие клише, не обижайтесь. Мне это шепотом говорил очень высокопоставленный чиновник, господин Антой, и не один. Нет, вы знаете, в Молдове высокопоставленных чиновников не бывает. Я не хочу просто детализировать. Я не хочу детализировать. Масштаб слишком мелкий. Я не хочу детализировать, чтобы поняли, кто это и как. Во-первых, чиновник не есть мессия. Раз. Вы меня спросили? Я вам отвечу. Уазу Антой, невысокопоставленный чиновник. Сейчас не время для резких телодвижений. Потому что мне приходилось много говорить с украинскими журналистами. Я спилкуюсь в украинскую мову и тоже сам. Которые спрашивали, а почему нам вместе сейчас не порвать, как тузик-грелку это Приднестровье, потому что они такие нехорошие. Что вы им, кстати, отвечаете на это? Я им сказал, ребята, о холонте. Это не внутренний конфликт. На левом берегу не живут наши враги. Там 328 тысяч граждан Республики Молдова. Село Парканы, самое большое село, населенное этническими болгарами за пределами Болгарии, получает без лишнего шума паспорта Евросоюза. Владимир Красносельский, громадянин Украины, как еще вы знаете, так? И купил на минуточку 4 квартиры в Одессе и 2 величевские, рассчитывая на спокойную старость. И тут такой облом. А господин Гушан, у него есть паспорт? А у господина Гушана, я не располагаю информацию, но я думаю, что у него где-то полдюжины паспортов есть, не говоря уже о собственностях в Украине, в Европе и так далее, и так далее, и так далее. Мне просто интересен, господин Антон, какой деликатный вопрос. Но вот сейчас же олигархов, все украинские олигархи обязательно должны финансировать все эти действия, которые есть. И тут получается, что господин Гушан в очень деликатной ситуации. Как он себя ведет? Нет, подождите. Если у него есть паспорт. Подождите, какой украинский? Да. Но я не думаю, что он фигурирует в качестве украинского олигарха, потому что наличие украинского паспорта, это еще не означает, что ты украинский олигарх. То, что я уверен, что так называемое Приднестровье срослось с коррумпированными кругами из Украины давно и прочно, это не делает еще Гушана олигархом. Олигарх это немножко другое, если вернуться к определению, что такое олигарх. Это люди, обладающие и деньгами, и политической властью. В Приднестровье он олигарх? Нет. В Восточном регионе Республики Молдова. Он давно перерос в масштабы этого региона. И, насколько я понимаю, сейчас на Левом берегу или те, кто связаны с Левым берегом, залегли на дно, не хотят ни войны, ничего, и пытаются пережить эти времена. Поэтому к проблеме в Приднестровье вернемся, когда путинский режим потерпит военные поражения, чтобы было понятно. Это единственная гарантия национальной безопасности Республики Молдова. И это не тот конфликт, для решения которого требуются голливудские сценарии и там не знаю что. Это мирный демонтаж с последовательной секториальной интеграцией людей с Левого берега в реалии Республики Молдова. Ну и с тем, чтобы найти аргументы для тех, кто не сразу поймет, чтобы они все-таки поняли, что процесс не обратил. Какова сегодня позиция ЕС и США по Приднестровскому вопросу? А я не ЕС, я не США. Я рассказал вам свою позицию. Ну, по вашему видению. Во-первых, сам ваш вопрос говорит о том, что мы, граждане Республики Молдовы, стремимся переложить ответственность за наши проблемы на кого-то. Мы такие хорошие, мы такие мереотичные, что вот придите и решите нам наши проблемы. В феврале 2002 года в Братиславе был учрежден пятисторонний переговорный формат. Этот капкан для Республики Молдова. А 26 сентября 2005 года этот формат дополнился пласту Евросоюза и Соединенные Штаты. И было 20 лет имитации односторонних уступок. А что, кто-то должен решать эту проблему? Да, Евросоюз включился. Первый раз это был 2003 год, когда для 17 представителей так называемой Тираспольской администрации был введен travel ban, то есть запрет на визы. Потому что я в руках держал служебный паспорт гражданина Республики Молдовы Игоря Николаевича Смирнова. Ну да, не делайте большие глаза. Секрет Палешинеля. И тогда Евросоюз начал проводить политику кнута и пряника. 2008 год. Односторонние асимметричные преференции для Республики Молдова, когда некоторые категории товаров получили беспошлиный доступ на рынок Евросоюза. Левый берег сразу подсуетился. Когда мы подписали соглашение об ассоциации с Евросоюзами, соглашение о звоне свободной торговли. Левый берег сразу подсуетился. Не очень большой процент. Да, у них 60% идет на рынок Евросоюза и 9% в Россию. Не знаю, что там еще. Поэтому я повторяю, это не тот конфликт, который требует формулы 5 plus 2 с тем, чтобы украинцы и россияне сели рядом и были посредниками и гарантами. Это требует некоррумпированности и политической компетентности и политической воли кишиневских властей. Но повторяю, после того, как путинский режим потерпит поражение в Украине, тогда придет момент для решения этой проблемы. Сейчас резкие телодвижения никому не нужны, особенно с учетом того, что мост через лиман в затоке взорван. Да, Россия ушла с острова Змеиный и крейсер Москва несколько тоже ушел куда-то. Но в этой войне ничего не окончательно. Я повторяю, сейчас не время для колливудских сценариев и радикальных заявлений. Но вы хотя бы можете предположить, что может что-то произойти такое, после чего Молдова выйдет из соглашения 92-го года? Во-первых, соглашение 92-го года, 21 июля 92-го года. Я вам задам такой вопрос. А что, у этого документа есть какая-то юридическая сила? Что, его кто-то ратифицирован? Нет, но как-то придерживаются. Ну, вот как-то. 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 И этот документ, он легитимизирует существование так называемых этих самых приднестровских воинских формирований, что несовместимо с решением конфликта. Поэтому от некоторых вещей придется отказываться. А что будем делать с договором о дружбе и сотрудничестве 19 ноября 2001 года, подписанным Воронином и Путиным, где в преамбуле написано, что Россия гарант и посредник. Гарант чего? Потому что понятие гаранта взято из меморандума от 8 мая 1997 года, подписанного Лучинским в Москве, где написано, что Россия и Украина гарант соглашений, которые будут достигнуты между сторонами, видите ли. И была формула общего государства, что предусматривает договорную конфедерацию. Если вы хотите освежить память, посмотрите на программу партии социалистов, которые они проголосовали 30 декабря 2020 года на 16 съезде. А конфедерация? Нет, там есть обязательство решать проблему Приднестровья на основе меморандума 1997 года. В любой уважающейся стране... Я, конечно, не конфликтолог, но я как пацифист, я вам хочу сказать так, пусть в Путичу будет подписано 57 соглашений, чем прогремит один выстрел. И то, что там... Нет, то, что вы сказали, это, извините, популизм. Потому что подписание этих документов, это было предательством национальных интересов. И альтернативой подписания этим документам не являются выстрелы, а является отсутствие коррупции в Кишиневе, о чем мы с вами говорили. Наличие компетентности и политической воли. Диалог... Скажите, пожалуйста, как Кишинев выстраивал диалог с жителями Левого берега? Потому что в 99-м году я был тем человеком, который вместе с Аркадием Герасимовым запустили передачу «Мосты» на национальном телевидении. Покажите мне, пожалуйста, прецедент, когда кишиневская власть запускает диалог не с Игорем Николаевичем и с его сыном-таможенником, не с Красносельским или с Женей Шевчуком, который удрал на правый берег 28 июня 1917 года. А с жителями Левого берега где этот диалог? Мы жалуемся на русскую пропаганду. А диалог со своими гражданами на Левом берегу кто на должен запустить? Евросоюз? Рогозин? Молдова на сегодняшний день на ваш взгляд придерживается нейтралитета. Каков риск безопасности в нашей стране на сегодняшний день? Риск безопасности прямо пропорционален ожесточенности российской агрессии против Украины. Потому что нет никаких гарантий. Российская Федерация с самого начала была и остается единственным государством, которое попирает суверенитет, территориальную целостность и нейтралитет Республики Молдова, сохраняя на территории Молдовы незаконное военное присутствие. Поэтому наш нейтралитет, да, он играет чисто символическую роль в ситуации, когда 15 декабря прошлого года Министерство иностранных дел России выдвинуло ультиматум НАТО и Соединенным Штатам, требуя вернуться к статусу сквозь 97-го года. Мир перепугался, психиатры тоже. Но что вы на меня смотрите? Это было... Нет, я слушаю вас. Да, это было. Поэтому наш нейтралитет, он нас защищает приблизительно на уровне молитвы. Но не более того, я надеюсь, никого не оскорбил. Не то, что на уровне молитвы, а как же тогда мы говорим о нейтралитете? Все страны, которые придерживались нейтралитет, не пострадали, например, при Второй мировой войне. Мы сейчас говорим о Швеции, о Швейцарии. Нейтралитет – это очень надежный в щит, господин Андреев. Нет, я очень рад тому, что вы сравниваете республику Молдова с Швейцарией. А почему нет? А был такой премьер Мирча Друг, который собирался сделать из Молдовы вторую Швейцарию. По той простой причине, что нет универсальной модели нейтралитета. Раз. И нейтралитет не панацея. Посмотрите на Финляндию и Швецию. Поэтому наш нейтралитет, скажем так, на момент ему нет альтернативы. Я не захотел говорить стихами. Наш нейтралитет, ему альтернативы нет. То есть мы должны радоваться, что у нас сохраняется мир. Мы должны поддерживать внутреннюю стабильность и консолидацию. Это не значит, что единодушный одобрям в адрес партии и власти. Но это не значит оголтелый популизм. И я повторяю, наша безопасность сегодня решается на поле боя в Украине. Украинцы умирают, в том числе и за нас. Скажите, пожалуйста, возможно ли на ваш взгляд сценарий, по которому Молдова объединится с Румынией? Вы знаете, я не психиатр. То есть вы считаете это невозможно? Нет, подождите. Я был в Народном фронте. За мной есть такой страшный грех. Сейчас это уже как-то забыто, но 20 лет назад это было актуально. 13 октября 1989 года меня избрали вице-президентом Совета Народного фронта по межнациональным отношениям. Юрий Рожко, который отвечал за международные отношения, ездил по городам и в Весим, а я ездил в Камрад и в Террасп. Я помню ту панику, разжигаемую в том числе союзным центром, понятия гибридной войны тогда не существовало, но технологии были те же. Я задавался вопросом, а что с этими людьми? Хоть один из них задался вопросом, как? В 1989 году, сейчас 2022 год. Зачем на эту тему говорить, когда мы имеем статус страны-кандидата? Когда у нас есть нормальные взаимоотношения с Румынией? Да, сейчас вы скажете, что у нас нет договора о границе с Румынией. У нас есть договор о дружбе с Россией. Сколько можно оставаться заложником вот этих страшилок, которые еще были вбиты в мозги сталинским режимом? Да, есть в Террасполе, в Камраде Кендигелян Николай Васильевич. Я его называл в свое время гагузским другом. И у меня есть его книжка. Его семейные воспоминания в том числе. И фотографии его семьи в 30-е годы хорошо одетые, сытые, гладкие, спокойные. Но в той книжке нет фотографий 46-47 года его же семьи. Когда страшные румыны ушли. Понимаете, я не хочу уважать телезрителей, я не хочу на эту тему обсуждать. Это ниже моего достоинства. Извините. Госпожа Санду заявила, что власти должны принять гораздо более жесткие меры по отношению к тем СМИ, которые оправдывают или пропагандируют войну. Я подниму этот вопрос на следующем заседании Высшего совета безопасности и потребую остановить эту пропаганду. Вы в комиссии по безопасности. Какие СМИ сегодня пропагандируют войну? Во-первых, я не нахожу себя обязанным переваривать все. У меня брезгливое отношение к российской пропаганде. Но когда я себя заставлял иногда по интернету посмотреть некоторые передачи, я обнаружил, что для себя это действительно опасно. Нужно иметь очень сильный внутренний иммунитет и критическое мышление для того, чтобы не подвергаться влиянию. То есть сохранить критическое мышление. И когда мы видим в Российской Федерации, когда монополия авторитарного режима над средствами массовой информации привело к тому, что украинский народ превращен в нацистов, и здесь формула Геббельса дайте мне контроль над средствами массовой информации, я любой народ превращу в стадо свиней, то мы прекрасно понимаем, что мы живем в период гибридных войн, и информационные войны являются элементом этих войн, иногда более опасными, чем танк с его 120-мм гладкоствольной пушкой. Потому что я, как человек, который помнит 89-й год, могу вам сказать, что в 89-м году в Кишиневе жила некто Светлана Гамова. Я ее лично не знаю. И она писала в еженедельное приложение газеты «Известия». Неделя называлась. Сейчас Светлана Гамова пишет независимую газету, или как она называется, в Москве. И что в 89-м году, что в 2022-м году все те же эти самые, как по-русски сказать, шаблоны. То есть, чисто провокационные, очень примитивные, антигосударственные шаблоны, которые используются для информационной войны против Республики Молдов. В Молдове, мы говорим, СМИ, которые есть. Кто из них пропагандирует войну? Так я не... Вот пригласите из этого консилия в аудиозал, как они... Вот они пускай вам расскажут, они мониторят. Я не... У меня здоровья не выдержит, Просто вы же голосовали за закон об информационной безопасности, депутат Анатоль. Мы голосовали за закон, который предусматривает запрет пропагандистских, милитаристских и прочих передач из стран, которые не подписали европейскую... То есть, из Российской Федерации, что вещи были, назывались своими именами. То, что внутри Республики Молдова есть определенные телевизионные каналы, где зимой одним и летом одним светом, и представители только одной партии дуют в одну дуду. Это, конечно, абсолютно ненормально. Но... Таковы наши ряды. Но почему ими должны заниматься сотрудники СИБА? А нет, СИБА должен заниматься проблемами государственной безопасности. Я не думаю, что мы выиграем от того, что сотрудники СИБА будут мониторить телевизионные передачи и так далее, и так далее. Есть такая проблема, как контроль над соцсетями, телеграм-каналы. То есть, это не Вторая мировая война, когда у населения конфисковали приемники, чтобы они не слушали вражеские голоса. Сейчас можно запретить любой телевизионный канал. Человек выходит в интернет и смотрит все, что ему или пишет в значительной степени. Поэтому я понимаю ограниченность запретительных мер. Они работают на макроуровне, но не гарантируют абсолютную непроницаемость. Я все-таки уповаю на ответственность гражданина и на понимание того, что живя в мир информационных, в периоды информационных войн, нужно уважать себя и думать своей головой, даже если смотришь какие-то телевизионные каналы. Нужно сохранять свое достоинство и свою способность иметь свое собственное мнение, а не вот мне я увидел заголовок в новой газете европейской, да, ЕУ, которая запрещена в России. Этот Диакон Кураев, или как его зовут, он фактически повторил мою формулу, которую я сформулировал где-то полгода назад. Я сказал, что телевизор победил Библию, а он сказал, что телевидение победило Евангелие. Он сказал, более элегантно, но суть одна и та же. Поэтому надо все-таки ориентироваться на Евангелие и защищать в себе те нравственные ценности, которые отличают человека от животных. Но вы согласны с тем, что не спецслужбы должны контролировать средства массовой информации? А я такого не говорил. То есть вы согласны с тем, что они должны все-таки контролировать? Нет, я не утверждал, что спецслужбы должны контролировать средства массовой информации. Есть законно-аудиозуальный кодекс, есть соответствующие... Есть полиция, есть суды, в конце концов. Да, и когда я помню времена не слишком отдаленные, хотя время пробегает, когда некто, господин Старыш, какую передачу он ввел, резонанс? Третий микрофон. Не-не-не, резонанс, по-моему, называлось. Может быть, да. Да, и я написал в консилии аудиозуалы, типа, рассмотрите, пожалуйста. Ну, господин Антон. Я устроил такой переполох, я дошел до Верховного суда, они отказывались мне дать заключение. Потом до них, наконец, дошло, они дали мне формальное заключение, что передача не нарушала положение индивидуального кодекса. Но здесь, понимаете, нет такого закона, который действовал бы в отсутствии его величества гражданина. Это относится ко всей демократии в целом. И к выборам, и к свободе слова, и к независимому суду, и так далее. В основе всего должен быть гражданин, который уважает себя, который не позволяет манипулировать собой, ни средством массовой информации, ни политиканам. Потому что мне нравится одно из выражений шутника Бернарда Шоу, да, который сказал, что демократия – это такой механизм, который не позволяет людям жить лучше, чем они того заслуживают. Поэтому, уважаемые, давайте будем крестичнее к себе относиться, и тогда вдруг мы станем жить лучше. Не сразу. Как вам Кишинев в последнее время преобразился? Вы имеете в виду, буду ли я участвовать в выборах мэра, генерального мэра Кишинева? Когда-то участвовали, занимали третье место. А что, что? Когда-то участвовали, кажется, третье место заняли. Да, но мне было трудно участвовать, конкурировать в битве Титанов, Дорин Киртуак и Зиме Дегричаны. Я получил только 10,5%. Но мне нравился слоган «Город для людей». Мне кажется, нашему городу не хватает вот этому гуманизма и перспективы. Да, можно мерить преобразование в городе квадратными метрами тротуаров и так далее. Но есть вещи более комплексные. Я не хочу сегодня эту тему затрагивать, потому что придут выборы, будут кандидаты. То есть вы еще не решили, господин Антой, или вы решили, что вы не будете баллотироваться? А, нет, я и не собирался. С чего это я должен баллотироваться в мэры города Кишинево? То есть не будете? Нет. Исключаете этот момент? Нет, абсолютно, да. Но ПАС будет выдвигать своего кандидата? Давайте не будем забегать вперед. У нас есть разговоры на эту тему, но пока что они такие... Знаете, в спорте есть такое понятие «фальшстарт». Ну зачем? Когда подогреется общественный интерес, когда люди начнут, сами люди начнут думать об этих выборах, тогда появятся и те условия для того, чтобы принимать какие-то решения. Какой кандидат, какая программа, что предложить людям. Потому что просто показывать пальцем на нынешнего генерального примара и там говорить, что он нехороший, это недостаточно. Нужна позитивная какая-то перспектива, качественно новый уровень и для города, и для политики. Поэтому подождем. У Иоанна Чабана есть перспективы стать во второй раз примаром? А кто говорит, что нет? Все зависит от него и от жителей города. Демократия предусматривает стабильные институты и непредсказуемые результаты. Это не относится к выборам Владимира Владимировича Путина. Поэтому главное, чтобы выиграл город. Главное, чтобы выиграл город. Господин Анатольевич, спасибо вам большое за сегодняшнюю беседу. Извините, наговорил, может лишнее. Это уже телезритель будет оценивать качество программы. Поэтому вам спасибо за участие. Спасибо за приглашение. И за мной обязательство помочь вам пригласить представителей партии власти. Это публично господин Анатоль обещал в эфире. Поэтому мы будем потом вам, дорогие друзья, рассказывать о том, как у нас продвигаются дела в этом направлении. А я вам напомню, что в эфире была программа главная. Сегодня в гостях у нас был депутат парламента, представитель партии Действия и Солидарности УАЗу Анатоль. Я желаю вам хорошего вечера. Впереди вас ждет много интересного. Оставайтесь с нами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok